На часах всего лишь 5.30 утра, а на метро уже спешат первые пассажиры. Двери пока закрыты, скапливается очередь. И хотя проход открыли, спешащим на работу казанцам снова приходится остановиться. Без QR-кода в подземку теперь не пускают. Этот пенсионер стал первым, кому дали от ворот поворот. А что сейчас будете делать? Ну что, ну что делать? На вертолете, начинаю ехать куда-то. А вам на работу надо было? По делам. И если первый, можно сказать, отшутился, то потом ситуация на пропускном пункте стала накаляться. А что мы идем? Не, на работу надо сидеть, я две-три речки сделаю. Вчера в Лушеце ездил, я в пятницу перейдился. Вчера в Лушеце ездил, я сказал, через неделю, через целую неделю на такси здесь считаю. И в таких случаях без полиции уже не обойтись. На оставление, поставлять, приедет министр номер 1118 ноября 2017 года. Вход в общественное раз, не только QR-кодам. Какие еще вопросы могут быть? Я сейчас прошел вакцинацию. Дверо это. Вот первый, вот второй вчера прошел. А как я сейчас буду поступать? Я не знаю, как мне сейчас буду поступать. Буду сидеть целую неделю дома и ждать QR-код. Это представитель власти мне говорит, езжайте, говорит на такси. А что, кто мне даст деньги на такси? Это больно, роскошно будет. Я таких денег не получаю, чтобы на такси на работу ездить целую неделю. Как поедете? Ну, или на такси сейчас, или не знаю, на такси, наверное. А далеко вообще в какой район Казань? Парк Победа. По страху им не пускают, понимаете? Нужен парк. А вообще, вот, ну, а вы, я хочу, сейчас не можете дать. Без погоды не можете. В часы пик на станциях будут работать по 3-4 контролера, сообщили в метрополитене. Вот только скорость проверки пока оставляет желать лучшего, говорят пассажиры. Считывающие устройства постоянно зависают. Не считывается. В автобусе считался, а здесь не считывается почему-то. Сколько казанцев сегодня не смогли доехать до работы, еще только предстоит подсчитать. Но в казанской подземке в утренний час пик было непривычно пусто. Юлия Шабанова, Новости Татарстана.